вот например на одном из флакончиков написано сириатаса антидотум вот что такое положить болт очевидно здесь боеприпасы подвозили на тележку благодаря этим самым цыганям теперь вполне можно залезть внутрь купола всем привет дорогие друзья с вами канал обо всем подземном и заброшенном андро олд и его ведущий степа вулф и мы продолжим рассказ о фортификационных сооружениях на острове луштица вот эта крепость имеет одноименное название луштица тверджава луштица по-сербски это называется так построена она была за достаточно короткий период за два года с 1895 по 1897 год австрийскими военными инженерами и австрийскими солдат здесь проводились огромные земельные работы по выемке грунта то есть вот этот вот этаж он фактически весь первый этаж подземный он находится ниже уровня земли и использовалась эта крепость достаточно непродолжительное время австро-венгерской империи потом после первой мировой войны она перешла к черногории а уже во второй половине двадцатого века эту крепость использовали вооруженные силы югославии югославская национальная армия и стояла она на вооружении югославской армии до 1990-х годов сейчас это к сожалению все заброшено вообще достаточно печально видеть как черногория относятся к своим памятникам архитектуры к части своей истории и что еще хочу сказать что таких крепостей здесь было построено 2 на самом деле вообще на полуострове луштица достаточно много фортификационных сооружений самого различного периода постройки потому что полуостров этот носил фактически стратегическое значение отсюда очень удобно было контролировать вход в бока-которский залив бока-которскую бухту или как говорят черногорцы боку-которскую дело в том что расположена вот например крепость луштица она расположена на высоте 130 с небольшими метров над уровнем моря сейчас мы наверное не сможем увидеть полностью те виды которые видели защитники крепости более 100 лет назад потому что все заросло достаточно густой растительностью но вообще с крепости открывался потрясающий обзор на устье бока-которской бухты на вход в бока-которскую бухту и это позволяло прекрасно простреливать все вот это пространство устья для защиты от нападения возможного противника с моря также естественно здесь в этой крепости была предусмотрена возможности обороны при нападении суши сухопутных войск то есть вот здесь вот например расположенная больница для ведения огня из стрелкового оружия при входе в крепость сначала с обеих сторон идут две подпорных стены построенных из камня и из декоративная отделка из кирпича здесь присутствуют еще оставшиеся со времен постройки крепости такие добрые стальные проушины стальные или чугунные видимо для крепления каких-то заградительных сооружений и вот отсюда уже начинается сама крепость непосредственно здесь мы можем видеть бойницы для ведения боя стрелкового оружия чтобы в случае если кто-то будет атаковать эту крепость суши чтобы неприятель не смог так просто проникнуть на ее территорию и вот по правую руку у нас сейчас находятся ворота первые ворота крепости а по левую руку подпорная стена все это было построено в таком огромном котловане то есть здесь изымался огромное количество грунта который впоследствии применялся для укрепления этой крепости с обратной стороны то есть я так понимаю что грунт здесь не вывозили использовали его при дальнейшем строительстве пространство между подпорной стеной и внешней крепости полностью просло деревьями кустарником и действительно обидно что черногорцы так небрежно относятся к потрясающей красоты историческим памятником к части своей истории к объекту который вполне мог стать не только историческим достоянием который является историческим достоянием но и вполне мог стать интересным туристическим объектом потому что сюда добираются но очень немногие туристы к сожалению из-за отдаленности этого объекта на полуострове луштиса вообще отсутствует общественный транспорт то есть сюда можно добраться только либо на машине арендованной или собственной либо на каком-то судне с экскурсией которые ходят и из герцог нови и стивата и скоттера но проблема в том что суда которые приходят сюда с экскурсии они делают такую достаточно быструю обзорную экскурсию в районе берега и туристы даже не доходят до этих потрясающих достопримечательностей здесь располагались ворота форта естественно они уже отсутствуют все срезано висели они на таких вот мощных петлях остатки какой-то цепи и сразу бросается в глаза интересная особенность это козырьки над окнами первого яруса форта это мы здесь увидим еще не раз и это достаточно нетипичная особенность для фортификационных сооружений того периода и за первыми воротами находится арка на которой были установлены вторые ворота тоже на могучих петлях они крепились здесь на полу находились стальные направляющие по которым эти ворота и передвигались крепость лоштица имеет достаточно серьезное разрушение об этом мы поговорим несколько позже и здесь сразу находился находилась лестница для подъема на второй ярус на боевой ярус но к сожалению здесь сейчас все это руинировано а если от входа посмотреть направо то там как раз проход в капонир с бойницами интересно что на потолке сохранились изоляторы для электрической проводки здесь мы можем видеть бойницы вот отсюда стрелки обороняли вход в крепость также можно было через эту бойницу например вести бой и через несколько других бойниц расположенных по этой стене вести бой наружу крепости и вот оно помещение для стрелков которые защищали именно подходы к крепости со стороны ворот вот оттуда мы с вами пришли а потолок здесь сделан по принципу сводов манье об этом как-то была публикация в нашей группе вконтакте underworld кому интересно обязательно подписывайтесь на нашу группу потому что там очень много интересных и полезных публикаций бывает о заброшенных объектах об истории этих заброшенных объектов о каких-то интересных технических моментах и вот это вот называется своды манье когда на несущих стальных конструкциях которые выполняются из стальных листов или же из дутавровых балок заливаются бетоном промежутки таким вот куполообразным образом либо выкладывается кирпичом придумал и запатентовал эту конструкцию французские инженеры и как раз об этом была публикация в нашей группе так что если интересно проходите ссылочка будет в описании к этому видео и почитайте интересные материалы в нашей группе интересно что на полу здесь рассыпано множество комплектующих индивидуальных аптечек вот например на одном из флакончиков написано сириатаса антидотом такие вот баночки здесь часто встречаются не могу понять что это в текст практически не читаем здесь была электрическая разводка кстати еще достаточно интересная деталь бразуры и здесь находится направляющая по которой стрелки могли вращать оружие а мы отправимся через внутренний двор крепости лужтица к другому входу внутрь самой крепости чтобы там можно было подняться на второй этаж на ярус где находились где находилась собственно все вооружение этой крепости где в случае выполнения боевых задач располагался гарнизон а первый этаж кстати предназначался полностью для расквартирования гарнизона для жилья солдат здесь же находились какие-то бытовые помещения и вот снова мы можем видеть на окнах эти самые козырьки которые видели при входе в крепости которые являются достаточно нетипичной деталью в архитектуре вот мы и внутри форта здесь достаточно много всяких ниш углублений уходящих подвальный этаж поэтому надо внимательно смотреть под ноги здесь же это вот как бы центральный зал по левую и по правую сторону уходит коридор где располагались комнаты казармы бытовые помещения и здесь же лестница которая ведет либо в подвальный этаж либо наверх где находились собственно боевые позиции и здесь же присутствует лифт от лифта уже конечно ничего не осталось вот в этой нише находился лифт и поднимали боеприпасы снаряды поднимали из подвального этажа где они хранились на верх где находились позиции боевые позиции этого форта здесь можно полюбоваться кирпичными сводами этой крепости вот тут очень хорошо видна кирпичная кладка видно как были выполнены эти своды вот еще интересный момент в этом зале посередине его находятся два колодца под которыми расположены резервуары с водой очевидно туда поступала дождевая вода которая где-то собиралась и аккумулировалась вот в этих резервуарах потому что проблема с питьевой водой на луштице как я уже рассказывал стояла очень остро и по сей день эта проблема никуда не делась собственно здесь на первом этаже находились помещения для солдат казармы бытовые помещения но сейчас из-за серьезных разрушений к сожалению здесь далеко не везде можно передвигаться здесь опять мы упираемся в руины попробуем пройти по коридору в обратную сторону и немножечко посмотреть что же представлял из себя этот форт внутренняя его часть первого яруса ну с назначением этого помещения гадать не стоит здесь и так все понятно это был туалет для солдат гарнизона этого форта подвалы форта обратите внимание насколько хорошо тогда строили до сих пор скобы вполне еще живые ну что же давайте спустимся в одно из подвальных помещений и потом уже будем подниматься наверх на боевой ярус форта в подвальных помещениях как я понимаю хранили боеприпасы которые при помощи этих лифтов и выдавали потом наверх кстати здесь сейчас достаточно сыро и прохладно и вон можно видеть летучую мышку которая уже смоталась через проем лифта собственно вот помещение одно из помещений подвальных полуподвальных помещение это использовалось для хранения боеприпасов ну и теперь давайте отправимся на второй ярус пожалуй там находится самое интересное там располагались позиции боевые позиции этого форта второй ярус представляет из себя галерею коридор который предназначался для перемещения солдат между огневыми позициями и между складами боеприпасов которые также располагались на втором ярусе вот она шахта того самого лифта посредством которого поднимали сюда боеприпасы ну а мы попробуем выйти во внутренний двор хотя задача это несколько непростая из-за того что форт сильно руинирован вот это вот внешняя стена форта там вдали находится подпорная стена и здесь находились стрелковые позиции форт луштица имеет в своей истории одну загадку а именно почему же он так сильно руинирован дело в том что форт луштица не участвовал в активных боевых действиях ни во время первой мировой ни во время второй мировой войны поэтому появилась версия что вот эти вот разрушения явились следствием натовских бомбежек в 90-х годах во время авиационных налетов но эта версия тоже не выдерживает никакой критики потому что известно что натовская авиация практически не бомбила черногорию и насколько известно что не было бомбежек на территории полуострова луштица и разгадку этой тайны мне удалось найти поднимая материалы посвященные фортификационным сооружениям черногории прибрежным фортификационным сооружениям там один из исследователей истории фортификации балканской черногорской фортификации он выдвинул версию что во время оккупации немецкими войсками во вторую мировую войну здесь стоял немецкий гарнизон и при отступлении форты луштица и находящийся по соседству форт оскаруша или каббала он имеет два названия который намного лучше сохранился и мы туда отправимся чуть позже так вот что эти форты были заминированы и они должны были быть взорваны при отступлении немецких войск однако в спешке им не удалось реализовать эту задачу но офицер который отвечал один из офицеров который отвечал за минирование он все же вернулся постарался выполнить свою задачу и подорвать форты к счастью форт каббала форт оскаруша не был взорван а форт луштица частично пострадал при вот этом вот взрыве и мы сейчас можем наблюдать такую печальную картину сейчас нахожусь на самой верхней точке внешней стены форта на ее парапете и там напротив меня подпорная стена обратите внимание какой добрый слой бетона там еще залит то есть насколько это мощное сильное укрепление а вот и одна из достопримечательностей форта луштица бронеколпак для корректировщика артиллерийского огня бронеколпак этот был изготовлен на заводе шкода в 1896 году и посмотрите какими могучими болтами и гайками крепился этот бронеколпак вот и вход внутрь брони колпака называется почувствую себя в роли корректировщика артиллерийского огня ошибся немножечко 1897 год год изготовления этого брони колпака шкода пинза на завод шкода 1897 год печет здесь прилично также в составе вооружения форта луштица был еще и прожектор дальнобойный прожектор и надо полагать что вот эти вот как раз мощные болты служили креплением для этого прожектора который естественно уже давно отсутствует мы сейчас идем по внешней как бы стене форта здесь располагались орудия и здесь же между орудиями вот в этих возвышениях располагались склады боеприпасов ну а вот какие шикарные виды открывались свое время защитникам этого форта на адриатическое море с той стороны на устье бока которского залива мы переместились на пару километров в сторону от форта лушкица и сейчас подошли к форту оскаруша оскаруша это местное название оно произошло от названия местности от названия деревни где построен этот форт а на самом деле австрийцами этому форту было дано название каббала здесь при входе форт мы видим точно такую же картину подпорную стену стену с бойницами где защитники форта могли вести огонь по неприятелю наступающему суши и двор точнее не двор а ров форта между подпорной стеной и внешней стеной форта который полностью зарос зеленью здесь же мы видим ворота в принципе все аналогично форту лушкица только в намного лучшем состоянии это все сохранилось и над воротами частично сохранившиеся цифры 1897 год год постройки форта каббала и форта лушкица эти два форта во многом идентичны друг другу поэтому то что мы смотрели вчера форте лушкица естественно мы повторяться не будем и сейчас по-быстрому пробежимся по форту каббала посмотрим как раз те детали те фрагменты которые мы не смогли увидеть вчера из-за разрушений в форте лушкица сразу за внешними воротами идут внутренние ворота здесь частично сохранились конструкции на которых были подвешены непосредственно сами створки ворот на полу мы можем видеть направляющий по которым эти ворота открывались и закрывались интересная деталь под бойницами второго яруса форта где находились огневые позиции проходит водоотливной рукав но мы давайте отправимся внутрь форта налево в случае как и с фортом лушкица идет лестница на второй ярус мы сейчас туда поднимемся прямо напротив входа находилось какое-то помещение сейчас конечно угадать его назначение будет сложно и направо уходит галерея которая идет к стрелковым позициям защитников форта вот интересная конструкция на которой крепилась оружие стрелковое как я понимаю и бойцы могли с помощью вот этой направляющей передвигать оружие и отбивать атаки нападающих с суши и давайте сразу отправимся на второй ярус боевой ярус где располагались орудия где гарнизон должен был нести свою боевую вахту здесь лестница сохранилась но практически идеально сейчас мы пройдем по второму ярусу посмотрим площадки орудийные дворики склады и вернемся как раз по первому этажу по первому ярусу где был расквартирован гарнизон где находились казармы и бытовые помещения и вот что мы можем видеть на втором ярусе вот эти помещения они предназначались под склады боеприпасов запас боеприпасов который необходим был непосредственно для ведения боя между этими складами находились орудия сюда можно подняться по лестнице и там находилась орудийная площадка так это выглядело вот здесь стояло орудия небольшое отличие форта каббла от форта луштица заключается в том что на форте луштица как раз в этой части располагался бронеколпак корректировщика огня здесь же находились орудия а наблюдательный пункт корректировщика огня здесь находится посередине верхнего яруса форта и вот как раз такие пейзажи такой вид могли наблюдать защитники форта оскаруша форта каббала и вот отсюда хорошо видно устья бока которской бухты боки которской собственно становится понятно почему же это место имело такое серьезное стратегическое значение именно отсюда прекрасно простреливалась устье именно отсюда можно было замечательно с этой точки организовать оборону бока которской бухты я нахожусь сейчас на вершине бронеколпака и за моей спиной простираются виды на вход в бока которский залив из средиземного моря и собственно сейчас я буду потихонечку перемещаться и будет прекрасно видно сам бока которский залив в районе герцог нови и игола вот эта гора которая сейчас находится по другую сторону бока которской разделяет черногорию и хорватию по левую от нас сторону сейчас находится хорватия а на правом склоне находится территория черногории и немножечко посмотрим на другой берег бока которского залива сейчас прямо перед нами здание игола и чуточку правее мы уже можем видеть герцог нови еще правее будет зеленика в общем отсюда практически вся часть бока которского залива до кумборского пролива видна как на ладони невольно приходит ассоциации с выражением положить болт вот что такое положить болт собственно вот на этих болтах на этих шпильках и монтировалось орудие крепилось орудие мы давайте зайдем в одно из помещений складских которые находились здесь которые построены были здесь при оружейных двориках это просто небольшое прямоугольное помещение с таким вот стальным потолком который тоже сделан по типу сводов манье и все эти склады были соединены общим коридором причем что интересно обратите внимание здесь были такие направляющие рельсы на полу очевидно здесь с боеприпасы подвозили на тележках то есть здесь по аналогии с тем же фортом ушлица находился лифт с помощью которого из подвала поднимали сюда были припасы и между позициями орудийными вот она шахта лифта и между орудийными позициями их перемещали на тележке которая передвигалась по рельсам мощнейшие двутавровые стальные балки вообще конечно сделано все очень добротно и еще очень интересно что в помещении наблюдателя корректировщика огня скорее всего вела приставная лестница потому что никаких здесь намеков на даже скобы нету то есть он поднимался туда по приставной лестнице очевидно место корректировщика огня в этом форте было самым опасным поэтому другие солдаты запихивали его туда наверх и убирали приставную лестницу чтобы он не мог оттуда сбежать в случае ведения огня неприятелем с моря но это такое на правах шутки и здесь кстати абсолютно такая же ситуация вот он бронекупол под которым находился корректировщик огня и тоже отсутствует лестница и даже скоб там не было но это видно в принципе хорошо здесь кстати находились другие орудия другого калибра здесь немножечко по-другому выполнены площадки еще большего размера эти болты которые можно положить и вот внешняя часть форта обращенная к боку Которскому заливу интересно что вот от этого купола по рассказам местных цыгане попытались отпилить кусок но поняли что это очень непростое занятие и забили на это наверное такой же болт как мы видели для крепления орудий зато благодаря этим самым цыганям теперь вполне можно залезть внутрь купола и посмотреть как же тут все было устроено почувствовать себя в роли корректировщика огня которого оставили здесь нехорошие сослуживцы и забрали лестницу приставную тут часть где стояла маркировка завода Шкоды цыгане как раз выпилили зато сохранилась дата 1896 год по-моему этот бронеколпак насколько я помню на год старше чем его коллега тезка в форте Луштица еще здесь с правой стороны находилось какое-то приспособление на таких вот вращающихся подставках очевидно это тоже как-то использовал корректировщик огня в своей работе ну что же посмотрели рабочее место корректировщика огня пора и вылезать кстати полностью крыши этого форта были покрыты кровельным железом от которого сейчас естественно тоже ничего не осталось ну а после того как это кровельное железо демонтировали на металлолом естественно тут уже начинает быстрее разрушаться бетон начинает прорастать в нем такая вот растительность в общем увы да не заботятся черногорцы о своем историческом наследии а вот он внешний ров между подпорной образованной подпорной стеной и внешней стеной самого форта обратите внимание здесь были сделаны специальные отверстия для водоотлива все было грамотно продумано просчитано то есть несмотря на то что этому форту уже почти 135 лет все было построено очень качественно очень продуманно и только представьте себе какой объем работ приходилось выполнять солдатам рабочим которые строили вот это вот гигантское сооружение причем грунты здесь скальные так что конечно труд это адский был посмотрите из каких добрых двутавровых балок были выполнены здесь перекрытия потолка достаточно интересно в дальнем от входа конце этой крепости построена вот такая вот башня соединяющий первый этаж со вторым этажом видимо здесь был какой-то подъемный механизм вертикальный не по принципу лифту а по принципу лебедки а тут вот мышки развлекаются здесь был уже знакомый нам лифт с помощью которого поднимали снаряды на второй ярус и вот по этим рельсам вагонетками подвозили соответственно уже к орудиям давайте отправимся вниз по уже знакомой нам лестнице с форта Луштица там очень похожая лестница хотя немножечко и другая и мы сейчас спускаемся на первый ярус где находились казармы и бытовые помещения для солдат ну и давайте немного пройдемся по помещениям первого этажа потому что на форте Луштица мы были лишены такой возможности из-за его сильных разрушений здесь по аналогии опять же с фортом Луштица в ближнем к центральному входу помещения находились колодцы вот это вот я сейчас конечно не берусь сказать что за куб для чего он был сделан но колодцы мы можем видеть вот они и конечно туда не дай бог упасть потому что я даже себе не представляю как оттуда возможно было бы выбраться а вот природа которая в самых неожиданных уголках может находить себе место для того чтобы существовать для того чтобы жить вот это вот корни деревьев которые видимо растут на втором ярусе или по стенам этого форта интересно что судя по петлям здесь на вот этих окнах были ставни какие-то непонятно для чего это было сделано вот еще один лифт и пустые помещения давайте по-быстрому пробежимся потому что к сожалению все помещения здесь представляют из себя состояние пустых голых стен правда в данном случае надо сказать что стен очень красивых стен исторических стен которые помнят не одну сотню лет и множество множество интересных порой трагических исторических событий а вот это башня которую я вам показывал сверху ну и можно сказать последнее помещение форта в этом крыле давайте заглянем здесь такой капонир который ведет к бойницам то есть это как бы уже наружу стены наружу внешней стены форта мы выходим и вот здесь вот солдаты должны были оборонять форт внешней стороны а вот это вот с большой вероятностью крепления электропроводки еще тех времен на рубеже 20 века ну и куда же без солдатского сортира как можно обойти такую подробность жизни гарнизона стороной а подвал здесь чуть-чуть отличается здесь было какое-то помещение и похоже оно было построено тоже из старого кирпича то есть так было запланировано при постройке форта Каббла если в форте Луштица это помещение вот подвальное мы видели целиковое то здесь оно зачем-то было перегорожено ну и собственно все остальное то же самое мы вышли с другой стороны внутреннего двора то есть заходили мы оттуда там ворота находятся вот они эти водоотливные короба вот кстати здесь интересно тоже был водоотлив сделан с внешней стены разделяющей подпорную стену и вот это вот внешняя стена форта такой мощный водоотлив скорее всего как раз специально вода должна была поступать в подвальное помещение в Кишнице в следующей серии мы побываем в самом сердце югославской базы подводных лодок и узнаем что скрывает ее 20-метровый ствол побываем в секретном скальном хранилище склады вооружений ВМФ Югославии и заглянем в воронку ВАР поэтому не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски и конечно же поставить этому видео лайк и поделиться им с друзьями всего вам самого наилучшего и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова